Компьютерные игры для инженеров НАСА уже давно не детская забава, а вполне серьезный инструмент для подготовки астронавтов. В этой лаборатории Центра Линдона Джонсона в Хьюстоне весь космос. Трехмерная модель галактики и, главное, Международная космическая станция. Это то, как Господь, наверное, видит. Так выглядит станция сейчас, и так она будет выглядеть во время следующего полета. Каждый астронавт, который готовится к выходу в открытый космос, вначале пробует свои силы здесь, на симуляторе. Готов? Видишь что-нибудь? Да. Шлем, перчатки, и вот ты идешь по стопам первопроходца Алексея Леонова. Вернее, ползешь. В космосе главное уметь правильно перебирать руками. Так, ты видишь лестницу перед собой? Тебе нужно отойти немного назад. Сожми кулак. Молодец. Хорошо, ты, по сути, должен перемещаться вокруг себя, а потом перебирай руками. Схватиться за поручень и подтянуться. Космические шаги даются новичкам нелегко. Однако, такие занятия помогают оттренировать моторику рук, запомнить расположение модулей станции. Ее трехмерную модель создавали годами и продолжают совершенствовать. МКС в формате 3D даже стала героем фильмов. Вот плакат IMAX 3D. Они тут снимали некоторые части своих работ. А это актеры, которые сюда приезжали. Тут и Годзилла был. После виртуальной лаборатории астронавтов допускают к водным процедурам – гидролаборатории. Здесь уже не вся МКС, а только ее часть. Зато скафандры и инструменты – точь-в-точь, как на орбите. Это одна из самых важных частей скафандра. Потому что астронавты много используют руки, чтобы поворачивать болты, чтобы строить что-то на станции для многого другого. Так что это очень важно, чтобы перчатка сидела, как влетая. Это вот защитный слой. Таких слоев пять, но и это порой не спасает. В последние годы астронавты НАСА несколько раз на орбите рвали перчатки, после чего выходы в открытый космос приходилось прекращать. Вот приспособление, которое оказывается очень полезно при выходе в космос. По сути, это обычный шест, но с его помощью астронавты перемещаются в невесомости. Как астронавты выучили уроки на Земле, покажут в ближайшие месяцы. Первые снимки из открытого космоса новые обитатели МКС передадут уже в 2012 году, когда на орбите появится новый корабль «Союз» и 30-я экспедиция будет в полном составе. Выход российского экипажа в открытый космос намечен на День всех влюбленных – 14 февраля. Приятное совпадение для землян.